129 евро. Такой размер минимального уровня дохода предлагает установить Министерство благосостояния. Свои расчёты Минблаг представил сегодня на заседании Комитета правительства. Предполагается, что этот уровень дохода поможет повысить уровень жизни населения страны. Работодатели уже раскритиковали проект. До сих пор в Латвии уровень бедности определял прожиточный минимум. Это минимальная сумма, на которую латвиец мог выжить, купив минимум продуктов и оплатив счета за квартиру. В конце прошлого года прожиточный минимум составил 252 евро в месяц. Впрочем, от него решено отказаться, поскольку система расчёта, введённая ещё в 1991 году, устарела. Это признают и чиновники, и экономисты. Однако прожиточный минимум — лишь один из пяти параметров расчёта уровня благосостояния жителя. А потому возможны разночтения и интерпретации. Минблаг решил ввести единый показатель — минимальный уровень дохода. Высчитанное министерством размер дохода — 129 евро, вдвое меньше прожиточного минимума. Но по данным Минблага, примерно столько и получают малоимущие жители страны. Показатель будет приниматься за основу при расчёте минимальных пенсий, пособий от государства и самоуправлений. Одновременно Минблаг и необлагаемый налогами минимум предлагает установить на той же отметке в 129 евро. Сейчас это 75 евро. Социальные минимальные пособия. Сегодня половина с 1999 года той минимальной зарплаты. Опять никакой экономики. Минимальные пенсии, которые по инвалидности. Пенсии сейчас получают 75 тысяч людей до 128 евро. Это минимум, который должен получить. Но это не прожиточный минимум, это минимальные доходы, которые должны быть в этом государстве. Минблаг исходит из того, что каждый пятый латвиец подвержен риску бедности. То есть его доходы меньше 129 евро. Уровень минимального дохода не останется величиной постоянной. Он будет меняться в зависимости от роста благосостояния в стране. Объединение свободных профсоюзов идею Минблага приветствует. А вот Союз самоуправления и Конфедерация работодателей считает, что повышать необлагаемый минимум нужно только для семей с детьми. Если человек один на минимальной зарплате содержит только себя, он не будет в риске бедности. Зато если мама с двумя детьми содержит себя и еще двоих детей, она даже на полтора минимальных зарплат будет бедности. Но этот вопрос концепции не решает, к сожалению. Концепцию планируется ввести не ранее 2017 года. Министерство уже подсчитало. Повышение необлагаемого минимума с 75 до 129 евро обойдется госбюджету 86 миллионов евро. Повышение гарантированного минимального дохода с 50 до 129 евро повысит расходы самоуправлений на 38 миллионов евро. Повышение минимальных пенсий до 129 евро будет стоить дополнительно 35 миллионов евро. А повышение 64 до 129 евро государственного социального пособия потребует бюджетных средств в размере 91 миллиона евро. То есть в целом цена вопроса 260 миллионов.